Мне было восемь, когда умерла мама. Она странствовала в поисках осколков погибшей цивилизации. Он часто нас навещал. Пока однажды она не нашла то, что он жаждал заполучить. Беги! Эстер! Эстер! Он хотел убить и меня. Но мне повезло. Грядут перемены. Превога! Хищный город! Перед такой мощью ничто не устоит. Это Лондон. Эстер! Быстрее! На борт, живо! Незадолго до смерти твоя мать сказала мне, что боится Валентайна. И попросила найти тебя, если с ней что-то случится. Только ты способна остановить его. Эстер бунтарка, как и ее мать. Наши планы в опасности. Береги его. Что ты сделаешь, когда найдешь Эстер Шоу? Я убью ее. Он здесь. С этим оружием в великой битве за выживание мне не будет равных. Я знал, что ты меня не оставишь. Заткнись и беги. Ты уверена? Я должна. Ради мамы. Смотришь на нее, и первое, что видишь, шрамы прошлого. Но на самом деле она совсем другая. Красивая и сильная. Она явилась изменить этот мир. Хроники хищных городов. В кино с 6 декабря. У нас почти не осталось времени. Ты же видела, что там творится. Зайдем с хвоста! Давай! Держись! Я справлюсь с Томасом. Рано или поздно он появится. Этого я и боюсь. Они забрали вас, потому что у вас иммунитет к чуме, которая уничтожает человечество. Они принесут вас в жертву, чтобы найти лекарства. Сами они не остановятся. Их остановим мы. Последний город порока. Это львиное логово. Мы отправимся туда. Мы три года пытались выбраться из стен ловушки. А теперь рвемся обратно. Я сяду впереди. Этот мир гибнет. Все это будет оправдано только если мы найдем лекарства. Ты жалеешь о том, что сделала с нами? Я верила, что это правильно. Нет гарантии, что мы выберемся оттуда. Но мы начинали вместе. Вместе и закончим. Она все еще дорога тебе? Не ври мне! Давай. Сколько ребят им нужно поймать? Замучить? Убить? Когда это кончится? Когда мы найдем лекарства? Томас, ты можешь спасти своих друзей? Или спасти всех нас? Быстрее! Быстрее! Пожалуйста, Томми. Пожалуйста. На помощь! Помогите! Ничего. Честно говоря, в моей практике такого еще не было. У меня необычный случай. Хотел проконсультироваться. Таинственная болезнь. В чем дело? Я слеп. Видимо, от пациента заразился. Это невозможно. Просто так люди не слепнут. Глобальная эпидемия. Доброе утро, министр. С утра был необычный звонок. Охрана на 18-й. Быстро! Мэм, попрошу проследовать с нами. Где история болезни? Мир в панике. Дорогие сограждане. Как и многие из вас, я ослепла. Наступил кризис. Скоро уже приедут. Решение о помещении всех заболевших в карантин было тщательно обновлено. Выйдите, мэм. Вы не ослеплены? Эта машина только для больных. Нет, я поеду с ним. Как хотите. Эй, здесь кто-нибудь есть? Где моя мама? Ты не поверишь, куда нас привезли. Режиссер Фернандо Майрелиш. А что с правительством? Кто руководит? Хаус. На помощь! Помогите! Прекратите, нам явно никто не поможет. А ты чуть тут раскомандовался. Сим назначай себя королем третьей палаты. Теперь мы главные. Хотите есть, придется платить. Ты же знаешь, что у нас нет денег. Это кара, Господи. Вот что это такое. Я вижу. Похоже, тебе решать, что нам делать дальше. Ты сможешь все издевить. Боишься закрывать глаза? Боюсь их открывать. Если еду нам не дают, мы ее возьмем сами. Пожалуйста, прошу вас, не ругайтесь. Мы не ели уже три дня. Дамочка, я запомню твой голос. Я запомню твое лицо. Смелая режиссура. Сильная и провокационная. Я тебя вижу. Теперь я вижу тебя по-настоящему. Однажды ты просыпаешься и понимаешь, что мир, в котором ты живешь, изменился навсегда. Ты осознаешь, что уже поздно что-то менять и уже ничего не вернуть. Мы жили и не задумывались о том, что человек не может все время идти против природы. Ученые открыли способ изменить погоду, сделать ее лучше, комфортнее. Они построили специальные установки. Это был рай на земле. Но беда в том, что однажды пошел снег, который уже не прекращался никогда. Колония пять, ответьте. Прием. Что случилось? Сигнал СОС от наших соседей. СОС? Если кто-то нас слышит, повторяю наши координаты. Несколько часов назад мы получили сигнал бедствия из пятой колонии. Нужно проверить, что произошло. Нам бы о себе позаботиться, Брикс. Ты подвергаешь опасности всю колонию. Это ведь не ты пока здесь главный, верно? Я сам поведу отряд спасателей. Смотрите под ноги. Что здесь произошло? Не похоже, чтобы нас здесь кто-то ждал. Мы из колонии семь пришли помочь. Они ушли. Кто? Живые еще есть? Это как сказать? Господи. Уходим! Уходим! Помоги себе! Они всех убили. И теперь идут сюда. Это голод. Он сводит их с ума. Ты привел их прямо к нам. Не спеши. Патроны еще пригодятся. Что это? Нас проведут через зараженную зону. Другого пути отсюда нет. Внимание! Срочная эвакуация. Объявлено чрезвычайное состояние. Повторяю чрезвычайная ситуация. Эвакуируется все население. Повторяю. 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 Тихо, тихо, тихо. Это же конец света! Эта эпидемия не была похожа ни на что. За несколько дней миллионы были заражены. Через несколько недель их согнали вместе. Изолировать их наша главная задача. Блокировать все мосты, улицы и железные дороги. И оставили умирать. Но через 25 лет после эпидемии... Это вирус. Он здесь. Изоляция не помогла. И что нам теперь делать? Эти сведения крайне секретные. Выжившие? В самый центр. Если есть выжившие, должно быть лекарство. Ты отправишься туда. Если на земле и существует ад, это там. Я знаю, что мы ищем. Если оно там, я найду его. Упокойся с миром. Заходим. Теперь за этой стеной у нас не будет связи. Припасов. Подкрепление. Чтобы найти лекарство... Нужно поторапливаться. ...они должны вернуться в мир, который оставили. И как мы найдем что-то в этом бардаке? Даже смотреть не хочу. Это... Это наш город! Мы отловим каждого, кто придет к нам! От компании Rock Pictures. Как они посмели послать тебя? Они разожгли этот огонь. Так пусть в нем сгорят. И режиссера фильма Спуск. Она опасна! О, да. Это весной. Мы теряем наш город. Мягко сказано. И будет еще намного хуже. Новая темная эпоха. Есть лекарства? И другой надежды, нет? Нет. Начнется. Клевый цвет. Беру. Держись. Ушли. Думаешь? Жестко. Сойдет. Продолжение следует. Продолжение следует. Наш корабль потерпел крушение. Выживших двое. Сынок. Это не тренировка. Мы на планете, который присвоен высший уровень опасности. Наша жизнь здесь под угрозой. На этой планете буквально все может убить тебя. Каждое наше решение. Вопрос жизни и смерти. Но если мы выживем, помни одно. Не надо бояться. Страх лишь продукт твоих собственных мыслей. Пойми меня правильно. Опасность. Весьма реальна. Астра. Это выбор. Ты знаешь, где мы? Нет, сэр. Это земля. 37 тому назад война расколола небеса. Выжили немногие. Их единственная надежда в моих руках. Снимай рюкзак, только без фокусов. Еще раз дотронешься, останешься без рук. Да будет проклята земля во спасение, Данша. Ибо из земли были мы взяты. И в прах обратимся в конце. Я предупреждал насчет руки. Фильм «Братьев Кьюз». Этот городишко только начало. Не хватает только книги. Он не такой, как сын. Ты не заставишь его плясать под твою дудку. Даю последний шанс. Подчинись или закопаю. Мне не нужны неприятности. Проверим. Никто, кроме меня, ее не трогает, ясно? А он мне нравится. Пристрели его, пожалуйста. С 21 января. Обучи меня. Одни готовы за нее убивать. Соберите отряд и найдите его. Вернись с ним. Он убьет любого, чтобы ее защитить. Закрой глаза. Это не бандит какой-нибудь, обычная баба! Дензел Вашингтон. Гэри Олдман. Мила Кунис. В фильме «Книга Илая» Где вы? Прошу, не забирайте моих детей. Открой глаза. Открой глаза. Открой глаза. Прошу, не забирайте моих детей. Как ваше самочувствие? Проблем со сном больше нет? Нет, есть. Хотя и до этого состояния я не спала хорошо. Состояние? Это называется беременность. И это слово можно произносить вслух. Помогите кто-нибудь! Что-то случилось. Можешь просто ехать. Ты что-то видела? Идите внутрь! От лауреата премии «Оскар» Сюзенны Бир. Что происходит? Люди описывают, что видят нечто, принимающее форму их самого большого страха. Боже мой! На что ты смотришь? Что ты там видишь? Да что с тобой? Прошу, остановись! Мы не можем оставаться. Любой контакт с внешним миром сулит нам лишь смерть. Твои дети заслуживают надежду. Каждое принятое мной решение ради них. Исчезли. Закрывайте глаза! Держитесь! Лауреат премии «Оскар» Сэндра Беллок. Слушайте меня. Мы отправляемся в путешествие. Будет очень тяжело. Держись! Если услышите что-то в лесу, говорите мне. Если услышите что-то в воде, говорите мне. Ни при каких обстоятельствах. Не снимайте с глаз своих повязок. Слышала это? Существа. Птичьи горы. Я уже не помню, когда в моей душе последний раз степлилась надежда. И тем более не помню, когда другие потеряли ее. Потому что с тех пор, как женщины утратили способность рожать детей, на что нам вообще остается надеяться? Следующее поколение землян. Сегодня весь мир потрясло известие о смерти Диего Рикардо, самого молодого жителя Земли. Ему было 18 лет, 4 месяца, 20 дней, 16 часов и 8 минут. Цивилизация погружается в хаос. Почему женщины стали бесплодны? Некоторые винят генетические эксперименты, загрязнения. А ты как думаешь, почему мы не можем иметь детей? Неважно. Через 50 лет все будет кончено. Время потеряно. Проходим! Потому что наш мир вымирает. Здравствуй, Дэо. Как живешь? От режиссера Альфонса Куарона. Ты уж извини за весь этот спектакль. Полиция нас жутко достает. Получившего признание за фильмы и твою маму тоже. Я не видел тебя лет 20. Нужна твоя помощь. Не мне, а одной девушке. Мы должны вывезти ее на побережье. Через все КПП. И Гарри Поттер и узник Аскабана. Мне тяжело видеть тебя. У него были твои глаза. Почему же ты пришла ко мне? Доверяю. Покажи ему. Теперь ты знаешь, что на карте. Нам нужно на корабль. Откуда корабль? От организации Проект Человечества. Проект Человечества? Да, лучшие умы работают во имя нового общества. Это и осенью. Твой ребенок чудо, которого так ждал весь наш мир. Один человек будет сражаться. Мы найдем способ переправить тебя к ученым. Я обещаю тебе. Берегись. За наше будущее. Еще немножко, Кири. Еще немножко. Дитя Человеческое. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...